Видно его? Все его движения душей. Какой? Светлый, надеюсь. В полумраке тебя что-то снимает вообще. Ну, на то и полумрак, чтобы сделать. Так, собрались. Артём Белов только сейчас отыграл на концертной презентации «Дар Содружества». Такой вопрос. Зачем ты участвуешь в этом движении «Дар Содружества»? Ну, естественно, когда попадаешь в «Дар Содружества», об этом не задумываешься. Просто есть желание показать свои песни, поделиться творчеством. А сейчас я понимаю на протяжении ступик лет, что, вот сколько я играю, что это, во-первых, место, прежде всего, даже, наверное, не музыкальное, а именно место для встречи очень близких по духу людей, которые без «Дар Содружества» просто бы не встретились. То есть в обычной жизни они, наверное, прошли бы просто мимо друг друга. А здесь они встретились, они как-то услышали что-то близкое, понятное друг к другу, поскольку каждый автор. Поэтому, мне кажется, вот это самое важное «Дар Содружества». Простите, мой опыт многолетний. Да, я забыл добавить, что концерт он отыграл с Александром Гречиным в туэте. Я даже хотел с ним выйти интервью тоже вдвоем давать. Я подумал, что лучше все-таки разделись. Да, Антон? Мы так оба подумали. Поэтому следующий вопрос такой. А как ты думаешь, как можно вот как-то развитию поспособствовать этого движения? То есть есть ли у тебя мысли к этому, как его можно развить, сделать лучше, живее, полнее, телеснее? Я считаю, что сейчас для меня как-то, не знаю, может быть так, опять-таки не сразу в такой мысли пришел, что лучше бы сохранить то, что есть уже сейчас на данный момент, не потерять вот этих людей, потому что у всех, ну, как бы знаю, случается и кризис определенный, творческий, жизненный, что мне кажется, что эта ниточка, чтобы она нас связывала и дальше, там пусть это будет, ну, не то, что не дашься, а потому что, ну, вот главное, вот это не потерять. А в плане, ну, я не знаю, у нас есть как бы руководитель, который все-таки определяет какие-то общие движения. То есть мы в этом плане только можем что-то ему посоветовать, как помочь, посодействовать, хотя все равно я вот все равно свою роль тут особо не вижу какой-то, чем я лично могу. Я могу постараться это, грубо говоря, не развалить. Неспособность развалу, да. А уж созидать это дело, ну, очень такое. Понятно. Слушай, скажи, пожалуйста, а почему ты решился играть с Александром Греченым до этого? Ну, мы репетировали. Почему? Когда мы же события, это на меня вообще не похоже. Что было? Вот отправлены в точку вашего знакомства, музыкального сотрудничества. Ну, вообще, инициатива-то, конечно, исходила, в первую очередь, от Саши. Я не знаю, конечно, что он ответит на этот вопрос. А он узнает вообще-то. Ну, вот, да, вы у него спросите, мне с вами интересно. То есть при том, что я довольно, ну, как человек такой, сегодня здесь, завтра там, он как-то сразу сказал, что я вот хочу с тобой поиграть, чувствую, что у нас какой-то есть родственные какие-то нотки такие. Ну, как-то он так вот это сказал. Это где произошло? Ну, это мы же познакомились на студии соотворчества в начале этого года. Это студия соотворчества даже на того же, опять-таки. Вот, и поэтому, ну, то есть, вот, видимо, то, что мы там как-то друг с другом пересеклись, может быть, что-то подыграли, это, видимо, захотелось сделать и дальше. Ну, по большому счету мы представили то, что мы вот и те песни, которые мы делали в рамках какой-то студии. Начали, потом так репетировали и просто подготовили к концерту. Ну, что вы. Пожелаем успеха вашему сообществу. Спасибо. Вот. Это говорила, Артем Белов. Спасибо. 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 Ничего страшного.